Доброе всем время суток! И сегодня я бы хотел поговорить про последнюю главу книги Ваикра, Левит, она Левитикус по-английски называется, которая называется Бахукутай. И это недельная глава. Бахукутай дословно от слова «Мои законы», если вы будете следовать моим законам. Но очень интересно, что наши мудрецы Хазаль называли это Порошата Клалот, главой проклятий дословно, или Порошата Тохэха, то, что по-английски называется репримант, или увещевание, или, так сказать, обращение к евреям, чтобы они улучшили свои пути, скажем так. Может быть, есть даже лучшее русское слово для этого. И возникает вопрос, в этой недельной главе содержится благословение и проклятие вещи, обратное благословение. Возникает вопрос, чего больше, благословение или проклятие? Давид, Миша, как вы считаете? Конечно, проклятие. Проклятие, да. Ну, с арифметической точки зрения, безусловно, в три или больше раз больше проклятий в этой недельной главе. И вы знаете, что благословение и проклятие повторяются в главе Китаво. Это глава из книги Дворим, то, что называется по-русски второзаконие, дьютеронами по-английски. И там тоже намного больше проклятий. Возникает вопрос. Ну, мы говорим, что мера милосердия сильнее мира суда. Да, мы говорим, что правая рука символизирует хэсет. Да, левая сторона символизирует гвура, да, и деним, и милосердие всегда сильнее. Правая рука в среднем у большинства, подавляющего большинства людей сильнее левой. Почему же больше благословения, чем проклятие, Давид? Как вы это понимаете? Я не знаю. Вот. И давайте пытаемся ответить на этот вопрос. Второй вопрос. На него легче ответить. Хотя лучше отвечать на первый вопрос первым. В данный момент, с точки зрения, так сказать, дидактики, может быть, даже мы ответим на второй вопрос. Значит, второй вопрос. Когда осуществились эти благословения? Да, я все время повторяю, что как-то в каком-то семинаре, по-моему, или в какой-то лекции по еврейской истории учитель говорит, это был трудный период еврейской истории. И ученик говорит, что были другие периоды в еврейской истории. Это, конечно, грустная шутка, но когда осуществились эти благословения? Получается, что их немного. И когда они осуществились? Миша, когда благословения осуществились? Во время слова о Малах. Да, теперь есть мнение, очень хорошо, что во времена царя Соломона, который никто, мы даже не можем представить, когда это было, они не осуществились, но они были, евреи были наиболее близки к осуществлению этих благословений. Почему они не осуществились? Потому что благословения, как отмечают многие комментаторы, Абейну Бахья об этом говорит, например, они начинаются с буквы АЛЕФ, да, это первая буква, и заканчивается буквой ТАВ. Буква ТАВ – это последняя буква алфавита. И они всеобъемлющи, да, от А до Я, да, от From A to Z, по-моему, по-английски говорят, ми АЛЕФ АТАВ, включают в себя все. И это первое простое объяснение, почему благословений немного, потому что людям говорят, чтобы ты был счастлив, чтобы у тебя все было хорошо, не нужно, так сказать, две страницы текста читать. Благословение, чтобы все было хорошо, оно короткое, да, и оно включает очень интересный момент. ВЫЕТАЛАХТИ БЕТОХАХЭМ. Что значит ИТАЛАХТИ, Давид? Ходи, я буду ходить. Да, буду ходить от слова Аллах, но ЛИГИТГАЛЕХ, дословно на иврите, это прогуливаться. Редкий глагол, но возвратная форма. Обычно на английский переводят словом СТРОЛ. Редкая форма глагола, и она встречается в Торе фактически дважды, когда сказано в главе Берешит, КОЛЬ АШЕМ МИТГАЛЕХ БАГАН, в Ганедоне, да, то есть это как бы Всевышний идет вместе с нами, да. И это не только возвратная форма, но иногда это интерактивная форма. Например, что такое ЛИГИТКАТЭВ? Давид, что такое ЛИГИТКАТЭВ? Переписываться, то есть два человека находятся в интеракции. Один пишет другому, и тот пишет ему. То же самое ЛИГИТКАТЭВ, они как бы идут вместе. Это другое объяснение этого глагола. И это самое высокое благословение, что мы как бы идем, мы полной, так сказать, гармонии со Всевышним. И это фактически уровень Ганедона. Или почти, так сказать, исправленного мира. И поэтому Раббейну Бахья говорит, что, к сожалению, эти благословения никогда не осуществились в полной мере. Но они осуществятся в будущем. И тоже возникает вопрос у многих людей. Мы все говорим, ну, в чем наши проблемы? Многие евреи не знают, что, сколько быть евреями. Если бы все евреи соблюли шаббат, даже один шаббат, все бы его соблюли, то, может быть, мир бы кардинально изменился. Вы слышали такие вещи, Давид? Да. Возникает вопрос, а что было в 13 веке, в 14 веке, в 16 веке? Фактически все евреи соблюдали шаббат. Почему же не пришел Маше? Почему мир не исправился? Что мешало? Как вы это понимаете? Миша, как вы это понимаете? Ну, это действительно у всех были ошибки. У царя Шлома тоже были ошибки. Ну, как это объясняет, почему, там, скажем, в 1530 году не пришел Машех? Да, все евреи соблюдали субботу, насколько мы знаем, в 16 веке. Как это связано с царем Шлома? В 16 веке? Да. В средневековье, да? Не было светских евреев, фактически. Теперь есть два объяснения, я не буду вас мучать. Да, да. Ну, не совсем. Были евреи, которые переходили в христианство по каким-то причинам из-за спасения жизни или по другим причинам? Ну, очень немного. Были, да, были. Ну, было изгнание там, да. Но большинство евреев соблюдало субботу, всегда все люди. Ну, почему... Ну, в то время это стало, это, Enlightenment Movement ушел. И не было никакого Enlightenment Movement в 1530 году. Просвещение это еще за 200 лет. В лучшем случае, если не за 250. Нет, ничего не было. А когда был Шаба Тайцви? Шаба Тайцви был через 130 лет. После этого. Через 100 лет, да. В 1530 году ничего не было. Поэтому ни на Шломо, ни на все эти вещи нельзя это как-то повесить. Да? Почему же мир не изменился? Есть два объяснения. Первое объяснение, что на самом деле, к сожалению, большая часть еврейского народа настолько погрязла в Галуте, что они вообще-то могут даже не знать, что они евреи. Есть такое мнение, что они все равно галактически остаются евреями. Например, Рав Меламид на основании демографических разных оценок говорит, что по консервативным оценкам, консервативным, так сказать, не научная фантастика, примерно 30 миллионов евреев являются прямыми потомками евреев в мире, которые, так сказать, убежали, там потерялись, спрятались, насильно были, перешли в другую религию. И в некоторых странах Европы, например, Испания, а может быть даже в испанских колониях, 10% белого населения являются евреями, примерно, по Галахе. И это еще не считая 10 колен там, и не считая это просто вот за последние 500 лет, скажем так, так и оценки. И то же самое, то есть, в Латинской Америке, да, то есть, он говорит, что очень может быть, что до 100 миллионов человек в мире могут быть галактическими евреями. Это еще без 10 колен, а с 10 коленами, кто знает, ну, может быть, 50-100 миллионов человек. Поэтому то, что большая часть евреев, которые известны, что они евреи соблюдают в субботу, не значит, что все евреи соблюдают в субботу. И поэтому то, что сейчас, например, большая часть известных миру евреев живет в Израиле, это не значит, что большая часть еврейского народа живет в Израиле, и поэтому, например, Шмита не становится заповедью Тора. Да, если большинство евреев живет в Израиле, изменяются законы Шмиты, там возникают вопросы, можно ли делать, что делают, и т.д. Я не буду в это входить. Это первое мнение. Проблема в этом в том, что, ну, если человек не знает, что он еврей, то как Всевышний может знать, что он будет соблюдать в субботу, так сказать, что к нему другие совершенно критерии. И мы возвращаемся к нашему первому вопросу. Почему, как бы, я знаю, довольно близкое нам время, относительно с точки зрения еврейской истории, 16 век, 1500-е годы. Я вам объясню, почему я беру этот перевод. Была даже статья такая историческая, нужно ли ехать в Польшу, да? Как наши предки оказались в Польше, а потом в Российской империи, вы не знаете? Их преследовали во всей Западной Европе, дабы жуткое там преследование, изгоняли, там эта чума была. Я так утрирую, да? Ну, примерно, было очень-очень тяжело. Резня была там, и, в общем, что там только не было, эти крестовые походы, было очень тяжело. И польский король увидел, что евреи, так сказать, нация маленькая и шустрая, и он стал их приглашать, чтобы они развивали экономику. Потому что евреи были грамотные. То есть они, видимо, до этого проникали, но в небольших количествах. И, будучи человеком прагматичным, он не очень, так сказать, в то время давал ходу всяким антисемитским ограничениям. Потому что большая часть его поднох были неграмотные, территория была огромная, и, так сказать, нужно было кому-то это развивать. А поиск аристократия, видимо, больше любила там, я не знаю, чем заниматься, там на охоту ходить. Не очень любила развивать бизнес. И поэтому он стал приглашать евреев. И евреи стали приезжать. Это назывался золотой век польского еврейства, который продолжался, может быть, 120-130 лет до погромов Хельмитского. Вот как раз в эти 1500-е годы. И все эти евреи, они соблюдали субботу, казалось бы. Но я вам хочу написать, один из известных раввинов в то время, почему я вам это рассказываю. Его звали Марша. Мурейну Араврам Шмуэль Айдейлис. Почему Айдейлис? Потому что Эйдэл это, или Айдейль, это женское имя на Эйдэше. Это его тёща. Очень интересно. Его содержала тёща. Он учил Тору. Его бизнесом занималась тёща. И он включил имя тёща в свой акроним, чтобы выразить ей благодарность. Теперь не эта причина, почему я рассказываю о нём, а потому что он известен своими комментариями к Талмуду. И в этих комментариях он, так сказать, очень рациональный, очень рациональный комментарий, построенный на логике. И поэтому очень интересно, как он видит своё поколение. 1500-е годы в Польше. И Раф Айзен приводит то, что он пишет о своём поколении. Он приводит это по-английски. Я прочитаю это. И я переведу. И он говорит так. Марша. Many people are in a way of intricate laws of Shabbat and constantly violence. Он говорит, что я вижу, что многие люди, они, казалось бы, соблюдают субботу, но они не знают законы субботы. И для нас это тоже важно. Потому что хорошо иметь, так сказать, хотеть соблюдать субботу, нужно знать законы. Да, у меня как-то была больная несколько лет назад, которая где-то в Америке была, так сказать, ну, одной из, так сказать, лидирующих личностей в какой-то большой реформистской синагоге. И в принципе такая, она, ну, еврейская бабушка. Я не мог с ней ничего обсуждать. Но она, то, что меня потрясло, что она была свята и уверена, что она соблюдает субботу. Там, я уходил, я говорю, раньше, у меня сегодня ухожу, раньше, там, зимой у меня, там, суббота. Она говорит, конечно, мы тоже соблюдаем субботу. Как они соблюдают субботу? Они там кушают, там, непонятно что. Там, о кашруте, вообще речи нет. Там, смотрят, там, детектив, или я не знаю, что они смотрят. и, не знаю, и на следующее утро они едут на машине в какую-то там эту реформистскую организацию и там им рассказывают, там, прогрессивные идеи, какие-то, не знаю, что они делают и едут обратно. И они уверены, что они соблюдают субботу на полном серьезе. Вот, поэтому нужно знать законы субботы. Он говорит, вечером в субботу многие евреи, как будто это их религиозная обязанность тратить время впустую во всяких, так сказать, бессмысленных занятиях, как он говорит, и в такой степени, что они просыпаются в воскресенье слишком поздно, чтобы читать ШМА. During school vacations, you spend vast amounts of time in the streets in purposeful pursuits. И вот пускай, так сказать, молодежь на улицах занимается непонятно чем. Everyone wants to flaunt their wealth by building palatial mansions, wearing expensive clothing, and engaging in all merits of conspicuous consumption. И все хотят пустили пыль друг другу в глаза тем, что они строят огромные дома, покупают дорогую одежду, и любым путем, так сказать, занимаются, тогда я сказал, мещанским потребительством. Это я, так сказать, не хочу проводить никакие параллели. Опять же, это евреи, которые приехали из нищеты, из угнетения в эту Польшу, Украину, это он об этом пишет, 16 век, и они там, то, что называется, развернулись. Да, у них пошел бизнес, да, они, их никто не трогает в данный момент, потому что они нужны королю, и население вокруг них неграмотное, да, и вот они что-то заработали, и они, так сказать, ну, амазона нет там, я знаю, что они там в турпоездку, они не могут ехать, но они строят огромные дома, покупают эту одежду, и пускают друг другу пыль в глаза. Он говорит, people are dissonance in monetary fees, люди нечестны в бизнесе, and rabbis who speak out regarding excesses of society, аскорн. Если раввины пытаются, так сказать, выступать против этого, то скорн, так, к ним, так сказать, их ругают, так сказать, у них ничего не получается. Это то, что говорит Марша про 1500-е годы в Польше, и нам, я просто, я ничего бы не мог сказать, да, я, так сказать, что мы можем сказать. Почему я это говорю? Что в каждом времени есть свои достижения и свои проблемы. В нашем времени это одни проблемы в 16 веке, другие проблемы в 11 веке, другие проблемы, но всегда есть баланс, чтобы была свобода выбора, и поэтому всегда есть потенциал достижения этих благословений, но это не значит, что автоматически мы их достигаем, если, так сказать, мы не прилагаем усилий, да, это про благословения, но опять же, благословения это от алиф до тав, и они покрывают все. Теперь самый главный вопрос, почему так много проклятий? С какой буквы начинаются проклятия? Никто не помнит? Проклятия начинаются с буквы ВАВ и заканчиваются буквами, буквой ГЕЙ. Как вы знаете, в ивритском алфамите должно быть наоборот, должно быть ГЕЙ, а потом ВАВ. Да? ГЕЙ начало ВАВ, а потом ГЕЙ. Две буквы. Давид, вы не помните? Нет, не помню. в четырехбуквенном имени Всевышнего, который называется ШЕМАВАЯ, иногда это на русский переводят как тетраграмматон, мы это обычно не употребляем, ШЕМАВАЯ, последние две буквы ВАВ и ГЕЙ, и это символизирует милосердие. Таким образом, получается, что в этих страшных проклятиях каким-то образом содержится милосердие, и более того, более того, видно, что как бы расстояние между ГЕЙ и ВАВ это маленькое расстояние, в отличие от Али в ИТАВ, то есть эти проклятия не будут длиться долго, их можно перевернуть, как ГЕЙ должен быть перед ВАВ. Но возникает вопрос, почему же так много проклятий? Есть очень интересный ответ. Я вам приведу два два объяснения. Первое объяснение очень интересное. Вы знаете, что в Иврите я вам объясню, почему это важно. Есть правило иностранные слова, если есть звук Т, они пишутся стед, а ивритские слова, если есть звук Т, в середине он пишутся став. Слышали о таком правиле, Давид? Есть такое правило? Да. Да. слово история, это история, да, history, история на иврите, это иностранное слово, пришедшее из английского языка, и оно должно писаться стед, правильно? Да. Да, и так оно пишется, если вы откроете евритскую газету история, пишется стед. Но были известные раввины, включая Рав Кук, и были другие раввины, которые специально писали история став, не стед, а став. почему? Как вы думаете? Какая разница? Дело в том, что они считают, что история происходит от слова гестер, которое пишется став. Что такое гестер? Сокрытие. Сокрытие, да, что история скрывает Всевышнего, как астер, астер от панай. История скрывает Всевышнего, и духовные корни истории прямо находятся в Торе. И такая позиция, например, занимал рамбан, нахманид. Я вам объясню, я немножко расскажу больше про то, по позицию нахманида. И поэтому история от слова эстер, и через нее проявляется Всевышний, Рав Кук прямо это называл коле-ошембе история. Но Виленский Гаон говорил, что все, что в мире происходит, связано с недельной главой, и многие другие известные гиганты Торы, так это, так это, так сказать, в общем, такая линия мысли, которая еще идет к нахманиду, и т.д. Так это видели. И второе объяснение, что история, Тория от слова Тора, что история, опять же, прямо связана с Торой. И поэтому было очень важно показать, что в Тора прямо говорит, что возможны такие события тяжелые, если евреи оставят Тору, чтобы, как прямо там сказано про клятие, чтобы евреи не сказали, где Всевышний, как такое может быть, где Всевышний был во время катастрофы, это очень часто говорят на семинарах, поэтому эти события прямо указаны в Торе, и поэтому их должно быть много, и даже, скажу, даже то, что не написано, чтобы не было такой ситуации, чтобы евреи искали, где Всевышний. Так, первое объяснение. Второе объяснение, мне кажется, более интересное, это то, что говорит Нахманит, Рамбан, Рамбан, да, Нахманит. Так вот, Рамбан говорит такую вещь, он говорит, что, помните, было два, две попытки дать евреям лухот, тэблиц, что же называется, скрижали, и он говорит, что была, был брит, лухот решенот, когда вот мы сейчас будем отмечать, что вот, евреи стояли у горы Синай, и Всевышний дал им первые скрижали, что с ними случилось? Они разбились, но что сказано, когда Всевышний дал им эти скрижали, если ты будешь слушаться Всевышнего, будь так и так, нету варианта, нету опции, как сейчас говорят, нету обсуждения, если ты не будешь слушаться, а что если ты не будешь слушаться? Если ты не будешь слушаться, то, как мы видим, в истории с Золотым Тельцом у тебя нет права на существование, как Всевышний говорит, они сделали Золотого Тельца, сошли с дороги, а халем, да, я их уничтожу и от тебя сделаю новый народ, это не происходит, да, и им дается вторые скрижали, брит, лухот, шниет, да, или шнием, как вы это спрягаете, завет вторых скрижалей, и завет вторых скрижалей очень интересен, и вот это и есть вот наша недельная глава, есть благословение и проклятие, чем завет вторых скрижалей отличается от завета первых скрижалей, что там есть обсуждение того, если вы не будете слушать, да, если вы не будете слушать, тогда может это случиться, а в эти лху, керри, если вы будете говорить, что это случайность и идти мне наперекор, то я тогда тоже бы делаю так, как, Рафурман говорит, это как вальс, да, если вы делаете такой шаг, я делаю такой шаг, но там прямо сказано, что дословно я не буду питать к вам отвращение, и геолай, это тоже отвращение, но, как мы знаем, на песок делают агалатки лим, это такое отвращение, когда человека отталкивают навсегда, когда, например, горшок выделяет какой-то, что называется, и сур, какую-то некошерную еду, то оно больше туда не входит, это плита, то, что называется, я такого никогда не сделал, я не отвернусь от вас, вы локи летимы, я не уничтожу вас, говорит сегодня, и это большое отличие от завета первых скрижалей, и так как это процесс ступенчатый, и он зависит от того, что вы сделаете, что я сделаю, т.д., то поэтому очень много псуким, очень много предложений, и очень много вариантов и проклятий обсуждают этот процесс, так объясняет это Рамбан, и поэтому это начинается с бафы, заканчивается гэй, потому что в этом есть некая хэсет, некая милосердие, потому что говорит Рабейну Бахья и другие комментаторы, потому что даже если вы не будете слушаться меня, всего лишь не от вас не отвернется, есть вариант, если вы не будете меня слушаться, да, и очень интересно, что там повторяется слово муэс, муэс, питать отвращение, тимасу, если вы будете не просто человек делает ошибки, опять же, люди думают, что какая-то очень такая суровая система сделала ошибку, у тебя сразу сыпется куча проклятий, нет, сказано тимасу, если вы будете питать отвращение, вы будете издеваться над законами Туры, вы будете питать отвращение, не дай бог, людям, которые соблюдают Тору и т.д., тогда приходит проклятие, да, и в некотором смысле, если вы почитаете и почитаете то, что Раша говорит, то Брид, Завет состоит в том, что Всевышний не отказывается от нас, даже если мы делаем ошибки, но он очень болезненно относится к тому, что он от нас не отказывается, а если мы отказываемся от других евреев, даже если они делают ошибки, это разрушает эту концепцию Завета, поэтому если что-то мы можем выучить из этого, конечно, нужно соблюдать заповеди, стараться не делать ошибки, но ни в коем случае нельзя презирать других евреев, я не говорю, там есть какие-то исключения евреи, которые считаются евреями, или там, так сказать, в Израиле когда-то был знаменитый писатель, поэт, Бенни Мориш, он завоевал премию израильскую, премию по литературе, он сказал, когда я вижу религиозных евреев, я могу понять нацистов. Ну, видите, как, человек, как вам сказать, не получил еврейского образования, и можно очень сожалеть, может быть, ему нужна была психиатрическая помощь, но я вам хочу напомнить, что рабе Акива до того, как он учил Тору, он говорил, что если я так ненавидел мудрецов Торы, что я готов был укусить их на шахат перед, перед, это был какой-то дикий осел, который насмерть их кусал, разорвать их на части по-русски, вот, и иногда это очень грустная ситуация, иногда это следует от того, что люди наоборот, внутри чувствуют, что это что-то, что их тоже, а у них этого нет, но есть исключения, есть исключения, там, редкие, люди, которые, вот, ну, что поделаешь, но нельзя ненавидеть и презирать других евреев, потому что они другие, я соблюдаю Тору так, они по-другому, или там человек, ну, не то, что он кого-то любит, он не любит, он, ему не удалось получить еврейского образования, да, как вот, а, помните, я всегда это говорю, Шатат Паниковский, а ты кто такой, а вот смотри, где я учился, а как я делаю, как у меня цицис, да, а у нас там в нашей Яшиве так, а у нас там в нашей общине так, а вы кто такие, да, а вы там какие-то там Бодиават, там вы какие-то там, ну, Небах, там какие-то такие, это очень грустное явление, потому что нельзя, можно не соглашаться, можно гордиться, так сказать, своей дорогой, своими, даже в какой-то степени, может быть, не нужно это делать, но можно это в какой-то степени, так сказать, своими достижениями, но презирать, питать отвращение к другим и задирать нос это очень грустные вещи не просто потому что это некрасиво а потому что нам прямо сказано что это нарушает завет это отталкивает Всевышнего от нас да то есть то что фактически опять же если вы почитаете Раши то что Всевышний говорит что хотя бы на минимальном уровне но если вы делаете ошибки вы не идеальны то хотя бы будьте как я я вас не презираю я вас не отталкиваю, не отказываюсь от вас хотя бы относитесь так же к другим евреям и это очень важная идея и тогда мы можем развернуть проклятие и мы можем приблизиться к тому что сказано в благословениях вы и талах тебе то хэхэм потому что почему это самое большое благословение это бличет и все остальное и мир и процветание, экономическое здоровье и все, 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 все но самое главное что когда Всевышний ходит среди нас то мир достигает своей цели но Всевышний не может среди нас ходить если мы относимся друг к другу с отвращением не дай бог и презираем, ненавидим друг друга поэтому давайте постараемся это исправить и будем примером того как относиться к другим евреям и тогда мы надеемся, что все благословения осуществятся в скорое время от алиф до там спасибо